здравствуйте друзья у нас сегодня гости на канале симпатичная гости да значит зовут ее оля оля скажите нашему зрителю вот вы так сидим вот вы я и зритель вот зрителю скажите вы откуда вообще у нас тут я приехала сюда из израиля да конечно же родилась в россии но много-много лет в израиле прожила и много это сколько двенадцать лет можно сказать из детского садика туда ну можно сказать так хорошо в израиле значит а в россии где жили екатеринбург урал да вы что опорный край держал от кого же вы там защищали то я не понял там вроде скачи куда хочет обниди там и танковая промышленности военная и ваши родители работали танковые правда кстати говоря нет родители врачи так они в израиле врачами они в россии живут в израиль я сама приехала там родственники у нас тоже есть в каком возрасте а ну не в школу закончили школы да а почему ты вот жили себе жили живете там в городе тут танки вокруг ходят родители врачи и вы вдруг раз и куда-то уехали да просто интересно наверно в том возрасте еще не совсем осознаешь весомость такого шага танка да ну как раз после школы надо было что-то делать или поступать или кавалер какой-то заманил нет без мальчиков обошлось да поехал в израиль как-то так само собой произошло и хорошо хорошо как-то вообще в израиле ничего так не жарко жарко но хорошо вы что прямо то я здесь на иврите можете а очень даже могу ну скажите что-нибудь такое типа там что-нибудь скажите началось это все со знакомого здравствуйте товарищи да ну хорошо значит а сюда-то вы как а сюда в израиле я уже вышла замуж так и вы замужем то есть не то что это вышло и уже не замужем колечко так что есть колечко есть такой знаете как приходит девушка в булочную и у нее колечко знаете она у меня нет у девушки было колечко она так спрашивает продавщицу так она говорит скажите девушка вот эта булочка свежая так и свежая а вот та булочка свежая так и свежая скажите а вот продавщица девушка у нас все булочки свежие да то есть у вас одно колечко но серьезно а детки нет нету нету деток значит а муж русскоязычный да хорошо откуда сам-то самые из украины приехал еще раньше чем я так а в израиле большая такая советская что ли дядя ну да бывших стран советского да много щирых украинцев вот и значит он программист ему предложили что называется relocation то есть переехать по работе визит виза л виза л да так а вот у вас какая ну теперь да была у меня л 2 но теперь у нас уже грин карты шикарно да так а в армии служили я кстати говоря нет вот о чем даже до сих пор не уверена жалею или нет я хотела но по закону девочек которые приезжают после школы уже не призывают в армии а вот мальчиков призывают то есть это надо было закончить школу чтобы тебя призвали в армию а ну надо было приехать на пару лет раньше как минимум а добровольцам там нельзя добровольцам пожалуй было можно но я не проявила то есть они не проявили энтузиазма в призыве а вы не проявили энтузиазма в добровольчестве у меня есть подруги которые служили и в боевых частях даже довольны что их очень уважаю очень довольны хорошо супер женщины так вы сколько в америке то уже и два с половиной года два с половиной года в америке ну и так на ребят смотрим а то вы на меня а я туда и так это мы типа треугольник такой значит два с половиной года чем занимаетесь вы приехали по визе л 2 у вас было с первого дня разрешение на работу да но с первого дня не пошла работать сколько я заканчивала степень я начала начала учиться будучи еще в Израиле и когда мы переехали я заканчивала свою учебу дистанционно постойте постойте давайте мы тогда с образованием начнем значит вы приехали после школы вы получали какое-то образование вот кроме этой степени вы до того что то еще там заканчивали ну во первых язык несколько язык ладно ну какой-то вот бакалавр какой-то там мастер ну что-то образование какой-то был там инжиниринг строительство ну что ну вот собственно биология психология у меня двойная степень это вот то что вы получили уже фактически здесь ну фактически здесь начиная там и а что же вы делали столько лет в Израиле вот если вы не учились то вы наверное работали да работала конечно работала что делала большинство времени последние годы я работала директор магазина одежды одежды да так вы наверное модная кто-то я смотрю кто-то я смотрю такая модная ну такая со вкусом со вкусом хорошо значит а мужа тоже одеваете или он не доверяет вам одеваю одеваю да он уже доверяет ну хорошо выглядит он у вас да вы его держите в порядке да ну хорошо а то программист если его это не присматривать он может прийти в запустение нет он молодец спортом занимается следить за собой молодец одевается хорошо значит и так вы приехали заканчивали образование в Америке работать приходилось да немного работала в UCSF это университет в Сан-Франциско по биологии соответственно в лаборатории как research assistant можно сказать надо сказать что это очень известный университет в мире медицины и исследований медицинских это не простое место да как я да 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 вот просто ребятам чтобы они так кто не знает хорошо так но вы не хотели продолжить вроде вы закончили по биологии по химии или там что там у вас и не пошли дальше да не пошла дальше поскольку когда начинала еще была в Израиле у меня была несколько другая картина представлялась да там много как-то и родственников и знакомых в этой области а здесь вот приехала немножко переоценила посмотрела но здесь есть работа здесь много компаний то есть не то что вас сама область от себя оттолкнула а вы как-то чисто вот перспективы найма или как ну пожалуй в какой-то степени да найма да а если бы например была возможность такая вот работать там тестировать софтвер да вот после нашего курса но скажем где-то в фармацевтической индустрии вот есть была бы прекрасна то есть вы хотели бы с удовольствием конечно ну хорошо вы Софии скажите у нас есть компании которые вот берут как раз такой народ а других не берут понимаешь им подавай вот таких ну да я думаю там полезное знание когда есть нет просто бывает что без этого просто нет ну да ну что же хорошо ладно так как вы к нам в школу попали ну на самом деле еще до приезда даже вы им им все расскажете да дорогие зрители расскажите вот да мы до приезда еще о вас услышали но больше о канале нежели непосредственно о школе смотрели ваш канал и как так все впечатлиться получить какое-то представление о том о жизни здесь в долине вот и когда приехали и познакомились с ребятами у нас появились друзья и вот так или иначе услышали кто-то учился кто-то ну люди которые закончили и так далее знакомые знакомых друзья друзей и в общем достаточно такое имя на слуху то есть мы как бы на слуху да и позитивная в общем информация и когда стал вопрос о QA то в общем то это как бы сразу так сено действительно да вы знаете напоминаете стишок такой был у Маяковска вы слава богу уже не изучали такого но я его люблю да я тоже мне нравилось но вот у него есть такое знаете там партия и Ленин близнецы братья кто более матери истории ценен мы говорим Ленин подозреваем партию мы говорим партию подозреваем Ленин вот так же это вот как у QA там и партнол в компьютерском мы говорим QA и подозреваем партнол в компьютерском ну что же хорошо а вот как вам вообще вот ну вот говорят что здесь все очень дорого вот какое ваше вот вы живете на одну зарплату фактически да да вот и может быть даже хорошую я думаю но все таки вот как на одну зарплату Ну, я должна сказать, что по сравнению с Израилем комфортнее. Все-таки дорого, но смотря с чем сравнивать, в Израиле еще дороже жизнь. Вот такие наши впечатления. Да, то есть в финансовом плане здесь лучше. У вас есть два автомобиля в семье, ну, двоих? Нет, у нас один. А в Израиле? Тоже один был. Ну, тут, в принципе, автомобиль, это, мне кажется, небольшая роскость. Нет. В тот момент, как только понадобится второй, мы просто пойдем и... А просто вам не нужен второй? Ну, пока не было необходимости. Просто мы очень близко живем к работе мужа, и он ездит на велосипеде. Ты какого? Да, полезная связь. Я же вам сказала, что спортсмен. А где вы живете-то? В каком городе? В Фостер-Сити. Хорошо, там просторненько, светленько. Ну, что же, это что, в Уорокли где-нибудь, где он там работает? Не в Уорокли, но там же располагается фирма очень рядом, то бишь в Редвуд Шорс. В той же части. Да. Ну, что же, хорошо. А вот муж не говорит, давай махнем отсюда куда-нибудь, где работа есть, но все дешево? Или говорит, давай будем жить в Кремниевой долине? Ну, пока больше второе, будем пока здесь жить. В общем, пока устраивает, все нравится. А с точки зрения тусовки, вот есть тусовка? Кстати, да. Нас как-то так запугивали, что вот уедете в Америку, у вас не будет социальной жизни, не будет друзей. Но в нашем случае это не так. У нас достаточно много друзей, достаточно общения. Потому что, как мне кажется, но это, наверное, специфика именно долины Калифорнии может быть, что очень много приезжих ребят. И, в основном, все примерно нашего возраста и примерно той же сферы занятости, что ли. То есть, интересы скользуют. Много людей, которые заинтересованы в создании новых связей. Да, да, да. Абсолютно. Конечно. Когда ты один и приезжаешь куда-то, где все уже схвачено, то ты как бы инородное тело. А здесь как бы все много новеньких. Но у вас больше среда такая тех, кто прошел через Израиль или русскоязычные или как? И что за народ у вас там? Ну, больше, наверное, тех, которые прошли через Израиль. Ну, в принципе, со всеми общаемся. А как общение? Вы идете как бы... Вот так, на ваш взгляд, не подумаешь, что вы там часто барбекю какой-нибудь употребляете? Вы отказываете себе в барбекю? Ну, ни в коем случае. Как можно жить в Америке отказывать себе в барбекю? Нельзя. Да, ну тогда надо как-то фигуру тогда держать, я не знаю. А для этого есть йога. Вы такая? Да. Ну да. В общем, нужно совмещать. А как же вы будете работать, например, и йогу? Это сейчас вот вы там не очень заняты, у вас на йогу есть, одеться, за мужем присмотреть, а потом пойдете на работу и будете ходить во бьетнамках на бусы ногу? Ну, не думаю. Нет? Нет, не думаю. Ну, хорошо. На йогу вечером после работы, одеться – это, в общем-то, не сложно. Такой вот вопрос, знаете, люди, которые не живут в эмиграции, а живут дома, у них часто бывает такой, знаете, ну вот вопрос к жизни. Ну, вот я уеду, вот как-то с корнями куда-то вырваться, даже если я буду больше зарабатывать, например, буду ли я чувствовать себя, что я дома, что я родной, что я не инородное тело, как ко мне будут люди относиться вокруг, вот это как-то присутствует, и в Израиле и тут? Наверное, в моем случае уже нет, потому что мне кажется, что единожды эмигрант, наверное, это уже как-то всегда эмигрант, и да, то есть один раз я через это проходила, причем в очень молодом возрасте, когда я совершенно не придавала этому никакого значения, мне хотелось только увидеть что-то новое, интересное. А во второй раз вот сейчас тоже не могу сказать, что мы сильно волновались по этому поводу, поскольку, ну, наверное, какой-то опыт уже эмиграции имеется, успешный опыт, то есть Израиль мы любим, и все равно это, я не знаю, где мой дом, где мой телевизор, где мой диван уже, я не знаю, но это тоже дом, вот. В общем, поскольку есть... То есть у вас сложная самоидентификация? Очень, да, то есть так, более так, космополит и все, я не знаю, мой дом там, где мне хорошо. Но все-таки, все-таки, когда семья, то есть какая-то точка опоры дополнительная, все-таки вот вы с мужем, вы же не то, что сама поехали. Да, конечно, абсолютно. Хотя вы, с другой стороны, отчаянно могли бы и сами поехать. В Израиль поехала? Да. Ну, опять-таки, пожалуй. Кто по гороскопу будет? Лев. А муж? Рыба. Правда, да? Да. Ой, у меня такая же комбинация у дочери, она рыба, а муж у нее лев. Это изумительная комбинация, кстати, очень хорошая. Хорошо. Хорошо, хорошо. Да, вы в порядке. Ну, что же, а какой план? Ну, вот вы учитесь у нас, сколько уже учитесь? Ну, вот полкурса прошло как раз. Она сейчас, не терм сегодня, экзамен был какой-то. А легко дается? Или над мозги напрягать, или надо много заниматься? Вот в чем трудность того, что тут происходит? Трудность. Ну, достаточно, все с удовольствием. То есть, мне нравится. Конечно, это новая область для меня. То есть, естественно, надо, как это, новые знания, и надо заниматься. То есть, вы занимаетесь? Я не думаю, что можно что-то достигнуть серьезного, не занимаясь особо. Особенно то, что касаемо технологии, вот этих всех вещей, это надо заниматься. И я полагаю, надо будет углублять и углублять. Но, в общем-то, с удовольствием. Ну, а ребят вокруг? То есть, не жалуются они, не говорят, ой, ничего не понимаю, как это вообще понять? Можно такое? Ну, мне кажется, это индивидуально, наверное, по-разному. Ну, конечно. Да, да. Ну, хорошо. Значит, все-таки, вот вы выучитесь сейчас. Так? Пойдете на практику. А у вас есть какая-то мечта, вот на какую практику вы хотите, или вам без разницы? Ну, я думаю, я с удовольствием пойду на любую практику. То есть, я больше представляю себе вот этот вот environment, в котором я хотела больше, атмосферу, так сказать, людей. А какой продукт, наверное, в принципе, не важно. А для чего вообще практика, вот с вашей точки зрения? У нас все ходят на практику. У нас никто не говорит, а зачем практика, пойду на работу? Абсолютно. Бывает, редко очень. Но зачем? Вот вы как понимаете это? Ну, мне правда, кажется, это очень важно, потому что, пожалуй, практика это, ну, как работа и есть уже, но вот там-то, наверное, настоящие знания, такие ежедневные, вот. Каждый день выполнять то, что требуется выполнять. Уверенность больше появится. Я думаю, без практики нельзя. Есть люди, которые на вашем месте бы сейчас сказали бы, о, практика, там могут оставить, вот я знаю там Люсю, Люся пошла на практику, и Люся там вот, ее там оставили, она никогда вообще работу не искала. Вот это счастье. У нас тут на днях смешной случай был, там паренек, один хороший, очень хороший парень, пошел на практику, две недели там пробовал, и они говорят, а что тут практикант там, и перевели его на постоянную позицию на 70 тысяч. Вот. И понимаешь, сколько народу сразу говорит, боже, вот это, вот это, никто не думает, я должен быть таким же, как парень. Они говорят, смотри, вот практика, когда ты можешь прийти, тебя оставят. Я думаю, смысл слова практика не в этом заключается. Так получилось у человека замечательно. Так. Может быть, еще другие варианты развития событий. То есть, у вас еще и этитюд здоровый. То есть, мало того, что симпатичная девочка, да, и так соображает. То есть, я хочу пойти на практику, чтобы приобрести именно ежедневные навыки работы, а дальше как получится, то есть. Хорошо, хорошо. Вы не боитесь там искать работу, ходить на интервью? Ну, понятно, что это некая стрессовая ситуация, думаю, для всех и каждого, но это даже как-то так интересно. И новый опыт, и нормально. Это стресс по-разному для каждого. Потому что есть люди, которые вообще, они умирают и холодеют. Есть люди, которые радостно бегут на интервью, потому что им хочется себя показать, там, людей посмотреть. Я таких знаю тоже. Да, пожалуй. Их мало. Их мало. Но есть такие прямо хлебом не кормить, да и сходить куда-то. У нас была одна потрясающая такая девчонка из Индии. Красивая такая. Они вообще многие, они все глазастые такие. Она такая очень эффектная женщина. Она пошла на интервью на три сразу. Ее всюду взяли. На всех трех. Ну, действительно, неотразимая совершенно. Не только внешне, но вообще она молодец. И она приходит, такая светится вся, с тремя офферами, и говорит, ребята, давай еще на три пойдем. Хорошо пошло. Зачем останавливаться. Ну, знаешь, какая развлекуха там. Ну да. Ну, что же. Ладно. А как вы себя видите, вот, может быть, подальше? Ну, вот, может быть, вы же не всю жизнь будете тестером, может, еще что-то такое там проявится? У вас есть какое-то видение? Или вы не заглядываете далеко? Заглядываю на данный момент. Опять-таки, мне представляется, что, будучи вот в софтвер, в фирме, в стартапе, чтобы это не было, можно им будет интересно и по-разному развиться. Для себя рассматриваю также и automation, то, что называется. А в административную функцию у вас не тянет куда-нибудь там? Возможно. Лидом каким-нибудь там, project-менеджером? Совсем не исключаю. У вас уже такой пиджачок, вы как будто уже начали. Я уже готова. Можно я сразу на лиды? Ну, нет. Ну, сразу на лиды вас засмущают. Будут вам вопросы задавать, а вы будете им только улыбаться. Ну, тоже неплохо, конечно. Они, может быть, сами лучше знают, что делать, но все равно. Ну, что же. Это возможно. Потому что надо как-то все равно разнообразить то, что происходит. И когда вы окажетесь там, вы почувствуете, куда вас тяготение. На самом деле, там еще есть момент. Люди, которые над вами стоят и у которых много разных дырок, которые надо затыкать, они в вас могут увидеть то, чего вы сами себе не видите и муж ваш не видит, и я, может быть, не вижу. И они скажут, слушай, вот же человек, чего мы ерундой занимаемся, бах, и куда-то пошел дальше. То есть это тоже бывает, и надо дать вещам случиться. То есть нельзя себя запрограммировать и вот там держаться вот в этом, как называется, шоры вот эти вот, себя на глаза надеть, как лошадка. Ну, не надо так. Смотрим по сторонам. И знаете, что главное? Enjoy life. То есть радуемся жизни. Израильтяне радуются жизни? О, еще как. Очень радостный народ, веселый. Правда. Не заморачиваюсь там завтра, послезавтра, там, говорят, что так как-то не принято там далеко планировать. Ну, не могу сказать, то есть не так, чтобы… Нет, люди, да, планируют. Все-таки страна очень продвинутая, хай-тек там называется, то есть все это IT, потому что это очень развито, и медицина, и все что угодно. То есть люди, да, учатся, да, планируют, но люди умеют наслаждаться жизнью, это видно, на улицах, все кафе и рестораны переполнены, море, солнце, ну, в общем… Слушайте, прям Майами какой-то у вас там? Наверное, похоже. Хотя в Майами еще не была, но, говорят, похоже. Я сейчас пытаюсь сообразить, ну, там все-таки в Израиле сухо. Нет, очень влажный климат. В Израиле? Очень влажный. А как же я здесь пустыня с суховеями? Ну, море. Все-таки есть. Ну, не знаю, я не почувствовал влаги особо. Ну, смотря где вы были, есть и… Вот в Иерусалим, Тель-Авиве. А, в Тель-Авиве влажность высокая, а в Иерусалиме, кстати, нет. Как-то на меня не подействовало. Ну, хорошо. Может, вы не были там июнь-юль-августом? Нет, я не был. А, вот и хорошо. Я не был, не был. Июнь-юль-август, точно. Понял, когда самое время на пляже быть. Ну, что же, хорошо, Оленька, давайте мы вас отпустим. А вы где-то участвуете в соцсетях каких-нибудь, если кто-то там захочет? Я представляю, что там куча израильтян, говорят, надо ее спросить что-то такое. Почему-то вот эти землячества, они популярны. То есть, вот так. Пока же скажут, что из Казахстана. Сразу там сколько-то народу, говорят, я тоже из Казахстана, хочу поговорить с земляком. Вот. Вас найти-то как можно? Ну, в основном я фейсбук использую. Ольга Литвак. Ой. Да. Прямо Литвак через Y или через I? Через I. Л-Й. Нет, Л-Ай. 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 Т-В-А-К. Правильно. Через I. Окей. Все welcome. Да, я боюсь, что там много может оказаться однофамильцев у вас. Да. А это девичья или это по мужу? Это по мужу. А девичья какая? Сложная. Да вы что? Приготовьтесь. Ну? Аусдайчер. 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 Дайчер. Угу. Как бы за пределами Отечества. Хорошо. Ну что же, друзья, давайте мы отпустим Ольгу со сложной девичьей фамилией. Угу. Проще Литвак. Литвак. Светлое будущее. Литвак – это евреи из Литвы. Правильно. Значит, согласно традиции, литваки считались бедными и скуповатыми. Я слышала, что у них там такое течение, они должны были непременно страдать. Они, кстати, не очень так наслаждаются жизнью. Они должны были страдать. Не знаю. Вот я помню, ушел Ольга Малихим и там говорит, ну что, о чем говорить с Литваком. То есть, они как-то победнее были, чем остальные. Что неплохо, потому что в итоге все уехали в эмиграцию. И чем беднее живется дома, тем охотнее едешь в эмиграцию. Поэтому сейчас такое дело, что уже многие не евреи чисто литваки. Там, где они живут. Вот. Поэтому… В общем, друзья, давайте приезжайте. Тут Ольга вам все расскажет. И я тоже. И будет у вас веселая компания. Давайте скажем пока! Всем пока! Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok